Новый год совсем близко, но прежде чем встретить его, давайте узнаем, какие видео вам понравились в 2020-м. Прости, Никита. Кто бы что ни говорил про 2020 год, но Алмазному краю он принес рейтинги. В этом году контент медиакомпании появился на ТикТок, который и принес наибольшее количество просмотров. Даешь молодежь и наш ТОК-10. Глаза, от которых не оторваться. Крупные, оранжевые. Впрочем, и их обладатели, страусы, тоже ничего. Семья Фуросо из Якутска разводит на севере южных птиц, а зрители ими наслаждаются. 46 тысяч раз сюжет посмотрели, и это только на ТикТок. А вот в октябре ТикТокеры любовались нашим редактором Олесей Васевой. Точнее, тем, как она рассказывает про памятники автомобилям. Пользователи посмотрели это 47 тысяч раз. Масс. Автомобили этой марки в свое время считались передовой техникой. Сегодняшних водителей за руль такой машины уже не загнать. Восьмое место отдаем ВДВ. Сюжет про мифы о десантниках набрал 60 тысяч просмотров. Площадка все та же – ТикТок. Если вы вдруг на ней еще не зарегистрированы, вот вам самое главное правило от здоровых, серьезных и приличных мужчин. Бутылки об голову не бьем, в фонтанах не купаемся – это все бред. Совсем не бред. Республиканский турнир по Хабсагай. Борцы истекали потом на ковре. А знали бы вы, как напрягли спины наши видеооператоры. Два дня на ногах вели онлайн-трансляции. В общей сложности на YouTube их посмотрели 60 тысяч раз. Бруни много, оно все тяжелое, но суть вообще не в этом. Когда ты стоишь за краном, ты находишься вот в таком положении довольно-таки долгое время, у тебя болит поясница потом. Как восстанавливаешься? Восстанавливаюсь быстро, потому что уделяю время спорту. Но не все так, как я восстанавливаюсь быстро. Желаю всем заниматься спортом. Учитесь у Алексея Меркулина. Зачем геймеру мышка и сколько она стоит? Знали? Узнали, если смотрели сюжет Марины Крутихиной. На ТикТоке компьютерный девайс привлек внимание 83 тысяч человек. Ну, или кто-то пересматривал видео по несколько раз. Честно-честно, это не я. Следующий сюжет про нападение медведей на людей. На ютюбе посмотрели 90 тысяч раз. Честно признаемся, в редакции услышанное и увиденное обсуждали несколько дней. А все почему? Когда женщины при встрече медведев в лесу, оголяют свою грудь. Медведь видит, что это мама. И с детьми тогда он может и уходить. Совсем немного не хватило сюжету Анны Брянской, чтобы попасть в тройку лидеров. Ну и ладно. Зато теперь мы знаем, что в Алроса работает такой замечательный слесарь, как Василий Рознатовский. 107 тысяч раз про него посмотрели на ТикТоке. А бронза достается сюжету Анны Брянской. В общем, информацию, которую наша Аня узнала от водителя, участника автопробега из Питера в Мирный на ТикТок послушали 155 тысяч раз. Что помогает не уснуть за рулем? Вот. Семечки. Серьезно, и как они помогают? Это надо почувствовать. Так не пойму. Вот приковал автопробег все-таки взгляды интернет-жителей. На ТикТоке 187 тысяч раз посмотрели, как автомобиль, участник пробега, транспортировали по небу. Машину из Кусь-Хута в Ленск с баржи на сушу спускали. А что, своим ходом не смогли? Там нормальной дороги нет. И поэтому мы поедем в объезд, где предстоит нам преодолеть 460 километров. Бесспорный, абсолютный, стопроцентный, безоговорочный. Ну вы поняли, да, что можно бесконечно перечислять синонимы? В общем, миллион сто тысяч просмотров набрал материал про коронавирус. Точнее, как восстановить после него обоняние. А вот так. Пользуйтесь каплями, промывайте нос морской водой и правильно дышите. Будет вам счастье. А лучше вообще не болейте. Кристина Коширина, Никита Кисляков, Александр Еремин. Телеканал «Алмазный край». Телеканал «Алмазный край»